Геннадий Гудков, российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Российской Федерации, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, я вас приветствую также, всех, кто нас слышит и видит. Ну вот мы вместе посмотрели сюжет, да, погибнуть в Украине или же отсидеть срок в колонии общего режима. Вот такой выбор предоставляет диктатор Путин мобилизованным мужчинам в России. Выбор невелик, прямо скажем. Что посоветуете российским мужчинам, которых призвали, но которые не хотят воевать, которые не хотят убивать? Ну, первый выход, которым уже прибегли полтора миллиона человек, это убежать. А кто не успел? Кто не успел? Ну, еще пока можно. Я так понимаю, что пока еще границы не перекрыты. Я бы рекомендовал, по крайней мере, на какое-то время пересидеть. Потому что там, когда вы говорите, срок там 5 лет, уже сейчас повысили, по-моему, там через до 9, при всяких отягчающих обстоятельствах. Их эти отягчающие обстоятельства придумывают прямо на ходу. Поэтому либо серьезный срок, либо вот участие в войне. Это первое, что нужно сбежать. Второе, ну, я не знаю, там разные могут быть варианты. Какие-то там убеждения и прочие там, пацифистские, я не знаю. Ну, болезни нужно придумывать или не придумывать, или диагностировать те, которые есть. Что-то делать. Потому что, конечно, выбор невелик. И действительно, сейчас сроки уже серьезные. Это не первое время, когда там можно было отделаться тремя годами тюрьмы. И это все-таки была колония общего режима. Сейчас это либо смертный, либо серьезный срок, который, в общем, к сожалению, по условиям российских фирм тоже может привести к летальному исходу. У нас ужасное положение в колониях, ужасное положение в тюрьмах, чахотки, всякие заразные болезни, спиды и прочее. Но там все что угодно. И, конечно, не все могут... Ну, нет, ну, понятно, что все-таки там риск погибнуть меньше, чем на фронте. Но, тем не менее, он существует. А так, вообще, нужно, наверное, бороться. Начинать бороться. Я не знаю, что. Потому что, когда я говорил 10 или 12 лет назад о том, что режим закончит войну, и что нужно сейчас вставать всем и выступать против режима, тогда еще были возможности мирного протеста, миллионного. Тогда еще все можно было поправить и развернуть в другую сторону. Но нам не верили. Говорили, что у нас все хорошо, замечательно. Колбаса есть, мобильные телефоны есть, ипотека есть. Машины купить можно. Конечно, живем мы хорошо, чего мы будем, так сказать, там, пупок рвать на какую-то там демократию. Не знаем мы такого слова. И вообще слово конституция, помните, как объясняли в 825 году, когда было восстание декабристов, что они так и не поняли, солдат, что такое конституция. Они сказали, слушай, ладно, это имя супруги царевичей, так сказать, Тароу там. Вот ее обижают. А, ну тогда пойдем за конституцию. Вот похоже, что сейчас понимание, что такое права свободы, конституция в России, к сожалению, оно ненамного отличается от 1825 года, от декабрьского восстания. На российских телеграм-каналах появилось несколько видеозаписей и фотографий, на которых, как утверждается, показаны зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С-1», установленные на крышах нескольких зданий в Москве, и в том числе на зданиях Министерства обороны. Как вы полагаете, вот зачем это делается, к чему таким образом они готовятся, что хотят продемонстрировать? Ну, они же знают, что Украина готовит дроны боевые с дальностью полета 1000 и 1200 километров. На всякий случай устанавливает система защиты, а вдруг поможет. Вот поэтому я думаю, что боязнь, что Украина в конечном итоге ударит по инфраструктуре военной, в частности, генеральным штабам, Министерству обороны, каким-то пусковым установкам, аэродромам и прочее, приводит к тому, что сейчас в Москве стали устанавливать этот панцирес, если там я видел эту пленку, похоже, что там стоит панцирес, это такая вот система противовоздушной обороны, рассчитанная на, в первую очередь, там крыла для ракеты, дроны и так далее. Поэтому, скорее всего, это у них опасения уже сейчас реально, они уже там комплексуют по поводу того, что как бы не прилетело им в ответ. А знаете, а как вы полагаете, у москвичей есть паника вот в связи... Нет? Нет паники, никто по большому счету не верит в это, но и потом... Ну как, ну смотрите, вот осенью, помните, были карты бомбоубежищ, помните, мы с вами обсуждали даже, теперь вот... Власти не тают истерику, власти выгодно, чтобы люди там впадали в панику, чтобы они говорили, что нас там армия наша защищает. Там же больше, в том числе и пропагандистский расчет, не забывайте об этом. А если мы говорим так о рядовых настроениях, ну да, все ждут какой-то развязки, все что-то ждут, какая-то напряженность застыла в воздухе, какая-то подавленность. Но в целом, конечно, страха нет, потому что все видят, что украинцы бьют только по военным объектам, по военной инфраструктуре, гражданские объекты никто не трогает, и гибели какой-то там гражданские объекты, по случайности минимальные у нас там от аварии гибнет сто раз больше в день. Поэтому я думаю, что паники такой, страха нет, но вот этот страх нагнетает сама власть, она боится. На этом фоне Главное управление разведки Украины заявляет, что вот в России готовятся к новой волне мобилизации, в частности, под прицелом военкоматов окажутся жители Москвы. Вот будет ли какая-то здесь реакция у людей, как вы считаете? Ну потому что в последнее время есть ощущение, что Путин не боится особо никаких последствий мобилизации, не боится никаких протестов, вот в прошлых волнах их не последовало делать, что хочет. Это правда, пока он не боится, пока... А почему он не боится? Миллион двести людей, которые вооружены, уделены гиперполномочиями, защищают Путина от народа. Это большая армия, серьезная. Там пока нет серьезных колебаний. Поэтому он считает, что любое недовольство он подавит, оно и так подавляется каждый день. Каждый день у нас начинается с обысков, с выпиливанием дверей, с арестом, с задержанием, с уголовным дел, с статьями, с судами и так далее. Поэтому Путин не боится протестов. Что он значит не боится? Он, конечно, до определенной степени не боится локальных протестов. Они, конечно, мониторят общее настроение. И если там действительно вдруг окажется, что сотня тысяч готовы выйти, они, конечно, сбросят газ, безусловно. Но пока, видимо, этого нет. Поэтому Путин этого не боится. То, что волна вторая мобилизации неизбежна, тут, в общем-то, даже разведки не нужно быть. Достаточно просто понимать, что пушечное мясо у Путина рано или поздно заканчивается. И как только оно будет заканчиваться, последуют новые призывы, новые формирования, новые резервы для направления на фронт. Тут совершенно очевидно. То есть освободилось место, да, там люди отправились на кладбище. Их место должны занять живые. Тут совершенно понятно. Непонятно, когда она будет. Вот там говорили, входили в слух штаб после 16-го, после 18-го. Ну вот, когда мы перестанем гадать, она и будет. Когда Путин решит, что пора набирать нового, так сказать, кандидата в покойники. Так она и пойдет. Она, может, не будет такой разнузной, как была первая волна, когда нужно было быстро-быстро-быстро закрыть дырочки, когда там уже армия трещала по швам. Сейчас у Путина есть какие-то резервы, они там намобилизовали 200 с чем-то тысяч. Ну и потихонечку их утилизировать через фронт. Как только у них будет заканчиваться вот эта численность, они будут набирать другую. Это логика путинского режима. Она, в общем-то, так же стабильна, как и законы физики. Ну и вот здесь мы хотели с вами обсудить один из последних соцопросов. Он показывает, как связана как раз мобилизация и поддержка войны. Вот первая волна мобилизации после серии еще крупных поражений в Украине обрушила поддержку войны в обществе до 34%. Но уже в ноябре, после того, как власти объявили призыв в армию завершенным, доля тех, кто одобряет военные действия, вновь подскочила до 80%. Как вы эти цифры прокомментируете? Никак их не прокомментирую. Это же бессмысленно проводить соцопросы в концлагере. Я по своим ощущениям могу сказать, что я соглашусь с первой цифрой. Она близка к реальным. Я оценил эту цифру 25, максимум 30%. То, что она сейчас до 80% повысилась, но выкиньте это все из головы. Я не знаю, кто там это делал. Может быть, это очень уважаемые люди. Но знаете, когда там в тюрьме под надзором карателей спрашивают, поддерживаешь ли ты в лагерной порядке, там 146% говорят, да, поддерживают. Хотя они их ненавидят. Поэтому все это бессмысленно. Сейчас нужно руководствоваться какими-то иными данными, ощущениями, какими-то своими собственными внутренними исследованиями. Вот эти традиционные логические опросы, они вообще сейчас никакой картинки не дают. И она вообще по России совершенно разная. В одном месте 90% поддерживает, в другом 90% против процентов. Зависит от места, зависит от времени, зависит от аудитории, от региона, от возраста и так далее. Там от социальной среды, даже от степени свободы выборов зависит. Вот регионы, где не были выборы свободные все эти годы, там больше поддержки. Там, где были более-менее конкурентные выборы, там поддержки намного меньше. На Кавказе намного меньше, на Дальнем Востоке намного меньше. Поэтому, когда мне говорят, что там 80% у Путина даже никогда не было, все мы прорисовывали. Там для того, чтобы создать 86% поддержки, мы там вместо пяти вопросов традиционных делали семь, чтобы за счет вот этих полутонов нагнать проценты. Я же знаю, как это делалось. Поэтому не верьте в эти 80%, но процентов 30%, я думаю, что да, я соглашусь с тем, что 30%, ну, может быть, если там что-то наскрести, 35% могут действительно поддерживать войну и Путина. При этом это в основном люди, которые сами не способны воевать. Если мы берем, скажем, дееспособное население, неспособное, которое может идти на фронт и воевать, там процент будет просто кратно ниже. То есть с диванов поддерживают все это? Да, в основном это старые поколения, отмороженные холодной войной, изуродованные, чья психика изглядов изуродована всем этим нагнетанием, что страна в кольце врагов, это еще Советского Союза, что американцы это хищники, которые только выискивают слабые места, чтобы там заклевать, растоптать и отнять богатство. Это люди, которые лишены способности самостоятельно мыслить. Эти люди в основном, они и дают эти проценты. А если мы там возьмем другой опрос, ногами, который произведен был совсем недавно, была объявлена мобилизация 21 сентября. Два миллиона сбежал, 30 с лишним тысяч навербовали. Тогда какой процент поддержки войны? 12%? 13? 15? Вот он реальный, когда нужно воевать. Когда нужно воевать, процент падает до 10, а может уже до 5, я не знаю. Поэтому, смотря, что мы имеем в виду, с дивана кричать можем повторить, или там, отчего они, не имея возможности вообще что-нибудь вынятно объяснить, кроме двух слов матом, но от этих людей мало что зависит. Они и воевать-то не могут. Мобилизованные из Ярославской области записали... Простите, поскольку мозгов не хватает. Вернемся, да, к мобилизованным Ярославской области. Их забрали в армию, и вот они записали видеообращение к президенту России Путину. Они заявляют, что в ходе боевых действий в Украине командир отдал им приказ отступать. Однако теперь это отрицает и обвиняет своих уже подчиненных в бегстве. И военнослужащие говорят, что им хотят предъявить обвинение в дезертирстве. Давайте послушаем. Командованию на нас наплевать. Нам с самого начала сказали, что мы будем в терробороне. Начиная от самого военкомата, где мы призывались в Ярославской области. Но нас обманывали. По повреждении суда мы ходили на штурмы и сидели на самых передних краях фронта. Никакой третьей-четвертой линии, сказанной президентом, не было. В итоге мы просим в этом во всем разобраться и просим у вас помощи. Вот почему снова помощи просят у Путина, который их отправил в эту мясорубку? Ну, а Салтыкова еще, наверное, читали? Конечно. Рекомендую, если вдруг не читали. Помните, там, бунтовали крестьяне? Ведь говорят, что знают, что бунтуют. Станут на колени, да, и бунтуют. И бунтуют, станут на колени и бунтуют негодяи. Ну, что вы хотите? Вот он тот же самый народ. Вот он на коленях и бунтует. Вот мы сейчас это видели. И смех и грех, понимаете? С одной стороны, вроде по-человечески можно было пожалеть. С другой стороны, какого черта они делают с оружием на территории чужой страны? Они же военные преступники. Поэтому и жалеть их не за что. Но вот они бунтуют на коленях. Отец родной, помоги, царь ты наш. Так Изоли, ты за что? Не потому что они на войне, не потому что они воюют, а вот, как бы, командир неправильно сказал. То есть здесь вообще сама постановка вопроса не та, которая должна быть. Конечно, дайте нам лучшие условия для убийства украинцев. Но извините, ребята. Эта просьба не может вызывать никакого сочувствия. То есть то, что мы говорили. И мы будем убивать, но дайте нам это делать в комфортных условиях. Конечно, дайте нам делать в приличных нормальных условиях, чтобы у нас было больше, так сказать, возможности остаться живыми, убивать больше украинцев, ну и так далее. Но поэтому жалость это не вызывает, вот это вот нытье вот на коленях. Но вызывает только отвращение, брезгливость. Известно, что часть зэков с ЧВК Вагнера была помилована, отвоевала свои вот теперь эти убийцы и насильники на свободе. Видео такого, так можно сказать, выпускного вагнеровцев, да, опубликовала пресс-служба Пригожина. Что думаете о возвращении всех этих, ну, надо сказать, опасных достаточно людей в общество? Это ведь люди, которые сейчас будут хотеть, ну, уважения, признания, особого статуса, особого внимания к себе. Вы не видели в сетях российских идет, там, троллинг вот этих вагнеровцев. Потому что такие есть фотографии, ну, там, типа, вот эти все заключенные раздеты, все в этих вот звездах, в татуировке написано, что это новая, как это называется, новая абитуриент МГУ, МГИМО. Поэтому, конечно, то, что мы сейчас видим, понимаете, это все исчезнет. Это все исчезнет с крахом пользовательского режима. Это миражи, вот это как ожившие фантомы. Их не может быть, их не должно быть. Но вот в государстве, где все перевернуто первых тормашками, где преступление стало моралью, нравственностью, и наоборот, насчет честности и любовь к стране, реальная любовь к стране стала преступлением. Вот в этой перевернутой стране мы сейчас это все видим. Это скоро кончится. Это, естественно, как дым, как утренний туман, как какое-то кошмарное наваждение. Естественно, как только путинский режим начнет сокрушаться и падать. Крушиться и падать. Поэтому вот сейчас на это не надо вращать внимание. Это идет какой-то кураж. Кураж бывших и задать чертей. Вот они сейчас куражатся, но скоро, так сказать, выглянет солнце, и они все исчезнут. Помните вот это убоголевое, это самое, господи, вий, вий. Там это же вся нечасть куражилась, куражилась, до тех пор, пока там первый луч солнца. Первый крик петуха, да. Скажите, ну а пока... Первый крик петуха, и они все исчезали, замирали там. Вот это все будет очень так. Первый крик петуха, уж не знаю, там крикнет петух, что там Путин больше не жив, или там Путина нет в Кремле. Что-то должен крикнуть этот петух, и тогда все это все это нечестно. Ну а пока она не исчезает, и вот в так называемом Совете по правам человека Российской Федерации совсем недавно решили юридически оформить новый термин «предатель». Да, вот ранее от разных чиновников звучали речи о том, что нужно и расстрелы вернуть, что нужно гражданство лишать, да, паспорт аннулировать. Ну мы можем еще продолжить этот ряд, четвертовать на Красной площади, использовать лобные места по назначению. Знаете, там есть лобные места такое вот. Ну да, где головы рубили, да. Когда никого почти не казнили, но оно осталось. Казнить там голову откупать. А? Утро стрелецкой казни. Утро стрелецкой казни, да. Вот возродить публичные казни с отрубанием голов, с четвертованием на Красной площади, как там. Ну и так далее. То есть можно этот ряд продолжить. Потому что страна уже, в общем-то, по большому счету, даже не в средневековье, она в фашистских, в каких-то глубинных исторических находках. То есть то, что мы видим, это все напоминает Германию, в самые худшие времена ее истории. Вот нацистскую Германию. То есть я ничем не... Я уже ничего не знаю. Даже внимания обращаю. Потому что обращать на это внимание невозможно. Это же нельзя попытаться проанализировать будни сумасшедшего дома. Да, вот как вы можете проанализировать будни сумасшедшего дома с точки зрения здравого смысла. Невозможно. Поэтому это сумасшедший дом. Это концлагерь одновременно. Сумасшедший дом с режимом концлагера. Там разные бараки с разными режимами. Ну как хотите называть эту страну. Это страна-подводная лодка Курск. Только очень большая, которая потонет при Путине и вызывает массовую гибель народа. Но это все, что хотите, любое сравнение. Поэтому там даже невозможно с точки зрения закона, здравого смысла, какой-то логики человеческой. Невозможно это анализировать. Ну как можно? Но логики безумия не существует. В Кремле, тем не менее, начали подготовку к выборам президента России, которые должны состояться в 2024 году. В большинстве доме будут избирать два врача. Спасибо. Но чиновники администрации президента исходят из того, что выборы, несмотря на войну, пройдут в установленные сроки. В марте будущего года и в них будет участвовать, конечно же, Владимир Путин. Я буду словами Высоцкого отвечать. Но примечали санитары, зафиксировали нас. Помните, как там? Но об этом сообщает коммерсант, что он говорил, со ссылкой на источники близких кремлев. Вот это уже мне напоминает песню Высоцкого про канатчика удачи. Вот одну в один в один. Но тем не менее, они ведь реально на что-то рассчитывают. Главврач Маргулис телевизор запретил. Но не телевизор, а интернет запретил. Но вот прям вот... Очень похоже на то, что там Белый Высоцкий 40 лет... Какой там 40? 50 лет назад. Да. Но рассчитывают ведь на что-то. Ведь недаром это все делается. На что они могут рассчитывать? Я не понимаю, какие выборы могут быть при диктатуре. При чем там диктаторе в Кремле? Какие выборы? Выборы кого? Я же говорю, главврач. Избирается, так сказать, под давлением санитаров завернутая смирительная рубашка сумасшедшим. Ну, это красная картинка. Замечательная картина маслом. И тогда главврач Маргулис интернет нам запретил, да? Помните, как это? Ну вот, может поставить там фрагмент этой песни. Я думаю, что народ немножко, так сказать, оживится. Я вообще не анализирую то, что происходит в России, потому что это бессмысленно. Какие могут быть черты материи выборы? Выборы кого? Кем? Ради чего? По каким законам? Что там? Считается, Элла Памфилова с Курой в 6, так сказать, да, Ниджеплинтусов в 6 раз. Она что вообще представляет какой-то избирком? Да это жулица и прохвостка, которую нужно давно уже, так сказать, отправить в тюрьму, чтобы она там провела остаток своих дней. Какие могут быть выборы в стране, где у нас захвачены преступниками, бандой, шпаной, которая воборзила себя... Ну, они называют это выборами, скажем так. Ну, хорошо. У нас этот ходит... Вы не видели, Миронов? Сумасшедший стал. Сергей Миронов. Бывший глава Совета Федерации, руководитель фракции. Вы видели, он чем гордится? Ему этот уголовник Пригожин подарил кувалду. С какой-то надписью, видимо, там что-то такое, Сережа, пей всех. И вот этот Сережа Миронов, он гордится этой кувалдой, он пишет везде в Твиттере, он пишет в сетях, что мы с этой помощью, это оружие, добьемся решительной победы на дорогом. Че к нам-то? Ты там танки «Леопард-2», ты с кувалдой выйдешь, да? Или ты хочешь там по мозгам? А кому ты хочешь по мозгам? Ступи себе по мозгам, может быть, в первый удар у тебя встанут на место хотя бы часть мозгов. Вы что, не видите, что они сошли с ума? Ну, на выборы с ней пойдут. Вы можете представить, чтобы все руководители Совета Федерации, руководители партии и фракции с кувалдой от уголовника гордился этим подарком? Можете представить в нормальном, не дурдоме, а в нормальном каком-то там, не знаю, стране? А чтобы убийцы, который забил до смерти свою мать, поставили парту в школе и сказали «парта героя»? Вот то же самое. Да, 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 да. Так что упыри и палачи, сейчас вот они выползли все из-за всех членов. Ну, вии, вии, вот. Великий Гоголь. Ну да, педофилы, людоеды на фронте. Да, ну да, если все помните, как в церкви полезла на чистые силы, когда там вияния привели. Ну, кто не видел, посмотрите фильм, читайте книгу, что написано. Мы все сейчас возвращаемся к литературе. К сроку такого щедриного. А вии, по-вашему, это кто? Вии, по-вашему, кому поднять веки нужно? Ну, Путин, наверное, веки все пытается поднять, чтобы хоть что-то увидел. Черт знает, кто у них веет. Не знаю, я не знаю, кто у них веет, но, наверное, Путин. А может, там еще кто-то. Но совершенно точно там вот эта нечистая сила, она вот застрянет во всех этих окнах, как только выглядел первая луч. Посмотрит. Мы же с вами все увидим. Вы это точно увидите. Спасибо вам огромное. Спасибо за эту интересную беседу. Спасибо. Всегда ждем вас в эфире. А я напомню, Геннадий Гудков, российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Российской Федерации, был с нами на связи. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова